Доброе утро, Вера! Я очень надеюсь, что в ближайшие несколько дней у меня будут абсолютно спокойными дышать с этих проемов, без университета, без каких-то особых дел. Я просто буду следовать ритмам жизни, выполнять всякие мелкие дела и все такое. И сегодня, раз мы начали с вами сегодняшнее утро спецупражнение, я хотела бы немножко об этом поговорить. Когда нечего снимать? Оля, болтай, ты это умеешь! Уже некоторое время я занимаюсь сама по чуть-чуть с утра, это помогает как-то себя чувствовать лучше. Единственное, очень мне нужна явно спортивная форма, потому что заниматься в домашней дежде, это, конечно, не комильфо, поэтому я надеюсь, может быть, в ближайшие дни сходить и купить что-нибудь недорогое, удобное, чтобы просто было в чем заниматься. Ну что, настала пара отправиться. Отдать победительнице книжку. Оказалось, что она живет в Москве, и это хорошо, потому что теперь я могу лично ей все отнести. Где она? Подписать или нет? Вот в чем вопрос. Ну давайте я подпишу, но вдруг людям... Некоторым людям не нравится, когда им подписывают книжки, поэтому я всегда в растерянности. И еще сейчас заполняла отправлять эти закладки. Тоже оказалось, там девушка буквально в соседнем районе живет. Вот такая магия. Ты уже снимаешь? Она всегда снимает. Это Надя. Она выиграла книжку, и я ей ее привезла. Присимка. Ну а теперь я отправляюсь на занятие английским языком, и увидимся мы с вами, наверное, уже после него. Какой холодный ветер. Я освободилась. Я хотела сказать, наверное, что... Почему мне так нравится заниматься с детьми, это помогает полностью абстрагироваться от того, что произошло в твоей жизни. Допустим, если что-то очень плохое произошло, это напрочь забывается. Ты выходишь просто как после очищения какого-то. Поэтому я испытываю невероятное удовольствие. Полоса съела. У меня там немножко шумно. Сзади вы особо не обращаете внимания. Я буду говорить громче по-любому. Это вообще исключено. Пройдемся немножко по вчерашним комментариям. Там много всего интересного. Миссис Кравер пишет офигенный влог на одном дыхании. Я его и снимала, наверное, также на одном дыхании. Потом Сабина пишет. Никогда еще не увидела таких отменных влогов. Это что-то очень необычное, приятное глазу. Еще, еще, еще. Большое спасибо. Я хочу пока еще снимать. То есть пока второй день, пока за пол не спал. Ксения пишет. Кстати, как идея указывать иногда время при смене места, что кадры, чтобы как-то ориентировать зрителя, это для меня вообще не вариант. Я раскрою такой секрет. У меня абсолютно все влоги очень компактны по времени. То есть если вам кажется, что это мой день от начала до конца, то... Я отличный имитатор отличного дня. Потому что, наверное, максимум влог содержит в себе часов 8. И если я буду вас раскидывать по времени, то получится, что... Я не знаю, в 12 часов я сняла кусок, потом в 4 часа. И с 4 до 5 у меня вся остальная часть снята. Поэтому, ну, понимаете, да, по времени получается очень мало раскинуто. То есть у меня много кадров с одного места. Поэтому это будет портить просто впечатление обо мне, как о человеке, наверное. Надежда пишет, азбука вас спаивает. Вот и я тоже так подумала. Стаси спрашивает, не стрёмно было в метро снимать? Мне на самом деле на улице более стрёмно снимать, чем в метро. Я так поняла. Я не очень поняла вопрос относится к тому, что не отнимут ли камеру. Камеру не отнимут, потому что она выглядит как мыльница. А вот насчёт того, что люди смотрят, они и на улице смотрят, они везде смотрят. Но, знаете, тут либо ты снимаешь, либо ты стесняешься. Третьего варианта вообще не дано. И меня Мария спрашивает про канал Эми, который из Японии. Да, я смотрю её канал и очень давно люблю смотреть, как люди едят. Я так поняла, что по одному из моих влогов, по комментариям, я поняла, что людям не нравится, когда кто-то ест на камеру. Я из тех людей, которые любят, когда люди едят на камеру, поэтому... Ну, а на сегодня это всё. Оставляйте свои впечатления в комментариях под этим видео. И я всегда ваша. Мы увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok